А вот наша Валя уже приехала. Девчонки, извините, что поздно. Зарик, я сказала сразу в дом! Вот, из порога строить мужиков! А еще один маленький пакет. Вот, в сумочке прыжли. Так, что в бутон? Это у меня здесь моя бутона. Красивенька! Ты понимаешь, у меня машинка звонилась. Я положила туда форму, постирала, а одеть мокрое не смогла. Мама гостинчики, небось, принесла. Еще одна проблема, которая уже назревает. Ребята, корм идет к концу. Корма у нас мало. Корма хватит еще недели на полторы. И все, ребята. Весь ноябрь мы, получается, тоже пробыли на два месяца. Мы продержались. Ребята, они пролетели очень быстро. За это время нам удалось раздать все долги по корму. Мы отдали все долги по клинике. Мы отдали все долги, какие у нас вообще только были. Плюс мы сделали очень много закупок. Как вы все, девочки, это все видите. Плюс мы закупали доски, которые тоже у нас уже скоро закончатся. Ребята, это стройка, и я очень рада. А еще, девчонки, я вам очень благодарна, что мы так быстро все это делаем. Благодаря вам, мои родные. Благодаря вашей помощи, вашей информационной помощи, вашей материальной помощи, девчонки. Вашей физической, когда вы приезжаете сюда и помогаете обстраивать малышей, разгребаете все эти завалы. Ребят, я правда, я не знаю, я бы без вас, но умерла бы, понимаете, просто-напросто. Но нереально одному человеку выжить. А мы сейчас, смотрите, что мы творим. Ни один приют не в состоянии сделать то, что сделали мы за такой короткий срок. Спасибо вам. Девчонки, спасибо, мальчики. Лохматые мои, дай вам Бог здоровья. Спасибо вам. Еще такая проблема. Девчонки, мне срочно надо 15 тысяч. Завтра приедет бур, трактор, и начнет бурить всю территорию. А мы будем только бегать за ним и кидать столбы и бетонировать. А потом дождь, не дождь, снег, не снег, мы будем крутить вольеры. Завтра всю территорию буду кидать под бур. Я договорилась, завтра в 10 утра приезжает трактор и будет бурлить нам дырки здесь. Под наши новые вольеры. Я надеюсь, что мы успеем все сделать. Под те вольеры, которые я запланировала. Девчонки, жизнь не просто бурлит, кипит. Она аж как вулканом у нас выплескивается. Это здорово. Это здорово. Я даже не ожидала, что я сегодня бурно иду. Ребята, вот знаете, вот нашла этих малышей на дороге. И как-то, знаете, вот доброе дело вроде сделали. И тут же волна тепла пошла. Понимаете? Я считаю, что это здорово. Что это замечательно. Доброго здоровья, мамы, хорошие. Доброго здоровья и спасибо. У нас стала замерзать вода. И нам не хватает ведер. Сегодня мы купили две выворки, в которых будем подогревать воду, чтобы разливать ее теплую по вольерам. Сегодня купили две выворки и два кипятильника. Пока, ребята, будем использовать вот такой вариант. Завтра нам привезут уже еще один генератор. Это второе. Плюс, вы видели, у нас уже стоит пять бытовок. Вы понимаете, что я сейчас всю малышню заберу в бытовки? А значит, большие вольеры у меня освободятся. У меня там поместится по пять-шесть собак взрослых. А малышню я до весны заберу в зимники, вот в эти бытовки. Вы представляете, насколько это здорово? Это значит, что мы сейчас освободим еще вольеров пять. Всего мы заказали десять бытовок, ребята. Они нам просто жизненно необходимы. Поэтому все, что у нас сейчас будет, я брошу на то, чтобы у нас появились бытовки. Очень много голых собак, очень много маленьких собак. А им необходима вода круглый день. Только сутки. Поэтому им нужны эти бытовки, чтобы вода там не замерзала. Бытовку. Эта бытовка будет для слепых. Сегодня ночью я привезу слепых собак. Эта бытовка будет для слепых. Ну все, друзья. Дай вам Бог здоровья. Дай вам Бог здоровья. У нас прекрасный зимник. Пятая бытовка. У нас прекрасный зимник, ребята. Мы заказали десять бытовок, ребята. Десять. Потому что малышей с мамами очень много. Подростков голых очень много. Кошек тоже. Поэтому зимники нам просто необходимы. Ребята, нам надо собрать денег еще на пять бытовок. Бытовки замечательные, хорошие. Вы видели. Пластиковые окна открываются. Отбитые железом. Вот таких нам привезут еще пять бытовок. Окна открываются. И внутри две комнаты. В одну сторону и в другую сторону. То есть бытовки просто потрясающие. Такая бытовка стоит 65 тысяч. Но, девочки, это бытовка, которую не надо ни красить, ни больше ничего делать, ни морить. Вот я вчера постояла, пока принимала эти бытовки. И все, хана опять моему горлу, моей груди, моему кашлю. Ну не могу я никак выздороветь. Я уже или сдохну в этом поле, или так и буду. Сутки лежать, сутки работать. Тихо, шистики. Ребята, нам привезли машину гравия. Да выгружайте! Обвязываем вольеры. Дорогие друзья, не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте ставить лайк и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Ребята, мы выгадываем каждую свободную минуту, каждую свободную копейку, чтобы успеть. Пожалуйста, ребята. Все, что сегодня удалось собрать, нам не хватает 4 тысячи за то, чтобы заплатить за машину. Я договорилась. Они привезут завтра еще одну машину, и тогда я отдам деньги сразу. Сегодня у меня на карте всего 8 тысяч. За машину нам надо отдать 12 тысяч. Ребята, ну вот такие у нас дела. Работа идет, работа делается. Только, ребята, если бы вы представили себе, как это вытягивает нервы, когда ты не знаешь, что ты можешь себе завтра позволить. Мы строим этот приют, если сказать по-русски, с помощью молотка и такой-то матери. Вот такие у нас дела, ребята. Ребята, это жесткая необходимость. Чеки, разумеется, я все выложу. 27 рулонов. Ребята, это здорово. Нам привезли сетку 27 рулонов. Так, ребята, сетка есть. Все, кто неравнодушный, ребята, помогите. У нас нет времени. У нас совсем нет времени. С выходных начинаются морозы. Ребята, а у нас еще, смотрите, сколько надо строить. Я прошу вас, помогите срочно, друзья. Прошу вас, срочно нужна помощь. Нам нужны трубы, перемычки. Нам нужен гравий. Нам нужен песок. Ребята, умоляю, помогите. Помогите, пожалуйста. Мы покупаем по копейкам, понимаете. Вот чуть-чуть смогли собрать, купили. Смогли чуть-чуть собрать, купили. Ребята, ну что нам делать, пожалуйста. Сетка очень хорошая. Двухметровая. Толщина 2,5. Очень хорошая сетка. По-настоящему. Ребята, стройка продолжается. Но очень медленно, потому что материалы приходится из кусков делать. Ребята, мы свариваем из кусков. А это не дело, конечно. Вот такие у нас двери. Варим еще дверь. Бетонируем. Вот такие желоба получаются. Это для стока воды. Там потом сделаем дырочку и вырежем решетку. И с другой стороны будет полностью желоб, куда будет уходить у нас полностью слив. Уложим вот такую трубу и бетонируем. Потом трубу убираем. И получается вот такой желоб. Вот и там сделали такой. И здесь. И все хорошо, все нормально. Сетки у нас 28 и 28 рулонов, девочки. У нас осталось железо, чтобы накрыть крышу только над двумя вольерами. Больше железа нет. Третье. У нас досок осталось тоже, чтобы сделать подиумы и будки, и стену. Только на два вольера. Ребята, у нас полный пипец. Мы в ступоре. Мы остановились. Плюс корм. Это то, что нам надо. А теперь то, что мы взяли. Мы взяли 30 рулонов сетки еще. У нас есть. Очень замечательно. Взяли сегодня вот новую бытовку. Девочки, это все деньги, которые удается собрать по кусочкам и закупить еще одну бытовку. Еще один там кусочек чего-нибудь. Ребят, вот такие у нас дела. Ребята, для полного зимника нам надо еще 7 бытовок. Для полного зимника, чтобы сделать с одной стороны буквы Г. Как нам надо. И на этом с бытовками нам как бы будет полегче. Девочки, мы не знаем, какая будет зима. А бытовка это все-таки домик. И всегда можно в нем укрыться. Я вас очень прошу, мои родные. Помогите нам. Помогите, пожалуйста. И начать надо с железа на крыше и с досок. Но теперь, ребята, нужен необходим профиль железный на крышу. Это очень важно. Мы же не можем оставить животных под открытым небом. Ребята, пожалуйста, нужна помощь. На доски. Нужна 25-я доска. И на железо для крыши. Профиль. Ну вот, готова еще одна секция вольеров. Мы спешим, друзья. Но места не хватает. И не успеваем строить будки. Мы сейчас спешим, чтобы хоть какие-то условия сделать и успеть спасти животных. Друзья, я прошу у вас экстренной помощи. Я прошу, друзья, у вас самой экстренной помощи. Пожалуйста, ребята, для вас 100 рублей, для нас жизнь. Я умоляю вас, всех, люди, пожалуйста, не пожалейте 100 рублей. Пришлите нам. Отзовитесь как можно быстрее. Почему? 700 собак. Это я уже вообще заговорилась, понимаете? Потому что уже голова трещит. Уже не знаешь, за что хвататься и что делать. Ребята, миленькие люди, дорогие мои. Помогите нам. Помогите. Вот сейчас мы экстренно крутим еще одну секцию. Потому что вчера ночью привезли собак. Мы не можем держать их по 10 в вольере. Их надо рассадить. Ночь мы переночевали, но долго жить в одном вольере такая стая не сможет. Поэтому ее надо экстренно рассаживать. Поэтому мы сейчас, вот видите, ребят, всеми силами бросаемся на то, чтобы сделать хоть что-то. Я прошу вас, люди, отзовитесь. Делаем крышу сразу. То есть людей разбило на партии. Кто-то делает крышу, кто-то занимается досками. И больше телеза нету, ребята. Зато забетонировали столбы для следующей секции. Уже забетонировано. Сейчас закончим здесь крышу и сразу переходим на следующую секцию. Ребята, мы очень спешим. Мы спешим. А вы, друзья, вы нам поможете? Пожалуйста, помогите нам выжить. Ребята, я вас очень прошу. Люди, хорошие мои, прошу вас, помогите нам просто выжить. Ну, собаки не виноваты, что они бездомные. Давайте спасем хоть немного. Хоть немножечко добра в этот мир принесем. Пожалуйста. Помогите нам. Пожалуйста, помогите. Сетка наша. Ура! Запланировали еще 4 вольера. И забетонировали еще на 4. То есть мы запланировали еще 2 секции. Ребят, и на этом, кажется, наше счастье дает трещину. Ребят, у нас нет столбов. Нам нужны столбы. Нам нужны столбы, чтобы докончить вольеры. Друзья, нам очень, очень, очень нужна помощь. Ребята, пожалуйста, пожалуйста, помогите нам. Ну, очень вас прошу. Ну, последние дни. Господи, ну, неужели среди нас нету сумасшедших, таких, как мы? Неужели нас так мало? Ребят, помогите, а. Быть по-доброму сумасшедшим, это же прекрасно. Это же чудесно. И мне очень жаль, что в наше время доброта идет, как нарицание. Быть добрым, значит, можно сказать все, что угодно. А вот быть подлым, быть самонадеянным, это почему-то приветствуется. Что с нами происходит? Что происходит с нашим миром, ребят? Почему мы становимся такими? Почему мы становимся такими отчужденными друг от друга? Почему мы становимся такими злыми, завистливыми? Когда соседу плохо, мы радуемся. Что с нами происходит? Что с нами происходит? Ребята, не сдавайтесь. Верните доброту в ваши сердца. Быть злым очень легко. А быть добрым по-настоящему очень трудно. Я желаю вам сил, люди. Я желаю вам сил, воли. Я желаю вам радости. Я желаю вам доброты. Пожалуйста, будьте добрыми. Будьте милосердными. Будьте просто нашими друзьями. Ведь, понимаете, мы же их приручили. Неужели все, что наша страна может дать этим бездомным, это только капсулу с ядом или дротик? Сколько же можно бороться за это? Подарите нам немножечко вашей доброты. Пожалуйста, люди. Пожалуйста. И пусть эта доброта вернется к вам лавиной счастья, здоровья, благополучия. Только помогите нам сейчас. Отзовитесь. Хоть понемножечку, хоть по чуть-чуть. Прошу вас, ребята, прошу, умоляю просто. У нас экстренная ситуация. У нас 700 животных, необходимо спасти еще. Мы вывезли всего 300. Прошу вас, друзья, помогите. Помогите, потому что у нас просто безысходность. Понимаете? Безысходность. Нам нужны бытовки. У нас котята в летнем домике закрученные утеплителем. Понимаете, нам некуда посадить малышей. Я прошу вас, люди, отзовитесь. Умоляю, отзовитесь. Помогите нам. Хоть по 100 рублей. Друзья, прошу вас, кто сколько может. Поделитесь. Умоляю вас. Прошу вас. Попробуйте быть добрыми. Ну, будьте добрыми. Люди, пожалуйста, отзовите. Каждый, отзовитесь. Не думайте о том, что кто-то вместо вас пришлет 100 рублей. Пожалуйста, начните с себя. Каждый из вас, умоляю вас, отзовитесь. Пришлите нам хоть по 100 рублей. Пожалуйста, для вас 100 рублей. Для нас жизнь. Еще одна спасенная жизнь. Прошу вас. Пожалуйста. Я вас умоляю. Пожалуйста, помогите нам. Вестерн Юнион для нас закрыт. Он не работает с организациями. Вестерн Юнион – последние три перевода, которые прислали мне люди. Он их мне не выдал и отослал обратно людям. Вестерн Юнион отказал нам в получении денег. Вестерн Юнион работает только, если мы сможем доказать, что переводы приходят нам от родственников. Вот такая у них идеология сейчас, такое условие. А так как я не могу это доказать, Вестерн Юнион, с сожалению, отказывает мне в работе. Вот такой ответ я получила от Вестерн Юнион. И сейчас у нас работает только Менигрэм и только Золотая Корона. Еще работает Блиц – перевод. Это если через Сбербанк. Но перевод с Блиц или Калибри, он есть в других странах, в тех, которые сотрудничают со Сбербанком.